Хочешь узнать дату Бравл Толка? Тогда смотри это видео! Да, как ты понял, сегодня мы с тобой узнаем самую настоящую дату Бравл Толка, причём я в ней уверен на 99%. Короче, давай сразу же начнём считать. Если мы зайдём в Бравл Пасс, то мы увидим то, что до конца сезона остаётся меньше 21 дня. Сегодня у нас 15 августа, это видео ты смотришь уже 16 августа. Если мы с тобой произведём небольшие математические расчёты, то мы узнаем то, что наш сезон новенький 14 начнётся 5 сентября. Это будет понедельник, и всё у нас совпало. Ведь каждый новый сезон начинается именно по понедельникам. А если ты помнишь, все Бравл Толки у нас всегда проходят по субботам. Можно подумать, что Бравл Толк будет 3 сентября, но нифига подобного. Ты, конечно же, понимаешь, что перед этим нужно ещё несколько дней, когда разработчики нам показывают самые настоящие снегпики. Обычно их показывают понедельник, вторник, среда, иногда ещё четверг, но это уже зависит от того, насколько большая у нас будет обнова. То есть на неделе с 29 августа по 4 сентября, Бравл Толк мы с тобой ждать не будем, остаётся всего лишь один единственный день, 27 августа. Как ты понимаешь, это у нас будет суббота. Бравл Толки проводят именно по субботам, и в этой дате, я уверен, просто на 99%. У меня тут ещё немного выделено 26 августа, пятница. Это день, когда на официальном канале Бравл Старса появится анонс Бравл Толка. Именно в пятницу мы можем узнать, сколько у нас будет длиться Бравл Толк, во сколько времени он начнётся, и во сколько времени начнётся мой стрим. Потому что сам Бравл Толк я, конечно же, планирую стримить на этом самом канале. Поэтому, если ты не хочешь пропустить обновление и одним из первых о нём узнать, обязательно нажми на красную кнопку подписаться внизу под моим видосиком. А ещё поставь колокольчик, чтобы тебе точно пришло уведомление. А у меня есть такое чувство, что я немного оказался в будущем. Ведь кажется, что я нашёл самый настоящий Бравл Толк, который начнётся уже через 4 секунды. 3, 2, 1... Бравл Толк начинается! И давай посмотрим, какие обновления нас, возможно, будут в нём ждать. Интересно, что же это будет? У нас сразу же целая куча новеньких скинчанских, и я так понимаю, то, что у нас появится именно цирковое обновление. Кажется, 14 сезон будет реально очень интересный. Бравл Старс загружается, и у нас появляется сразу же новенький загрузочный фон. Правда, у меня есть такое предчувствие, что эту картинку я уже где-то видел. Ладно, возможно, я просто что-то перепутал. И у нас даже изменится самый настоящий фон в игре. Ты посмотри, как он ярко будет выглядеть. Как будто мы с тобой реально оказались в самом настоящем цирке. Да уж, я бы хотел посмотреть, как он реально будет выглядеть в игре. И я думаю, то, что у нас, конечно же, должен появиться новенький Бравлер. Пока что мы с тобой увидели фон, который будет при загрузке игры, когда ты будешь заходить в катку, и он нас приглашает в самый настоящий цирк. Вот, мы стоим прямо перед цирковым шатром. Мне уже интересно посмотреть, какое у нас будет окружение в самих режимах. И увидели... Эээ... Чего? Мортис! А скажите мне, пожалуйста, как вы это сделали? За него даже играют, смотри! То есть у него взяли как-то, изменили текстурку, и даже смогли зайти за такую текстурку в игру. Я не понимаю, а как вы такое сделали? Просто я сейчас смотрю концепт Бравл Толка, и обычно там просто показывают картинки новых скинов, но такое делают вообще крайне редко, и это выглядит реально очень качественно. Капец, этому даже можно просто взять и поставить лайк. А я сейчас, конечно же, и сделаю. Я уже спустился под видосик, и лайк нажал. На канал я уже подписан, и колокольчик тоже, конечно же, поставил. И теперь рекомендую сделать то же самое. Быстренько проверяй внизу под видосиком. Новенький сезон будет называться Карнавал Бравл. А Карнавал разве как-то связан с цирком? Я думал, это немножечко разные вещи. Ну ладно, может я просто что-то перепутал. Окей, давай посмотрим, какие у нас новенькие бравлеры появятся. Клоун Фрэнк. Походу, именно его нам будут давать за первый уровень в Бравл Пассе. Ну, мне кажется, это как-то слишком жирно, потому что обычно дают бравлеров либо с пути к славе, либо каких-нибудь редких. Ну или если Бравл Старс захочет прям сделать огромный подарок, то сделают сверхредкого бравлера. Например, Карла. У нас вроде один раз был такой. А Фрэнк у нас вообще эпический бравлер. И такого за первый уровень, я думаю, ждать, ну, точно не стоит. Окей, какие еще у нас обновы будут? Опа-на, появится новенький бравлер Катрина за 30 уровень Бравл Пасса. Ну, кажется, она будет какая-то очень маленькая. Смотри, она даже сюда на картинку не влезла. За 31 уровень нам почему-то предлагают скин Клоун Пайпер. Хотя в Бравл Старсе такого ни разу не было, что за 31 уровень дают какой-то скин. Там обычно просто какая-то награда. О, а еще есть Клоун Брок. И у него явно что-то случилось с его глазами. Окей, выглядит, конечно, интересно. А давай сейчас мы повнимательнее рассмотрим эту картинку. Вот у нас Катрина. Вот у нас Эль Примкин. А что с ним такое случилось? Мне кажется, или он как-то слишком давно не брился. Да уж, чувак, тебе бы это точно не помешало. А еще я вижу, там у нас стоит какой-то динамайк. И походу этот динамайк будет кидаться какими-то шариками? Шариками с водой. Окей, выглядит, конечно, очень интересно. А теперь давай повнимательнее посмотрим на нашего новенького Бравлера. Точнее, конечно же, на его концепт. Сзади себя она держит какую-то очень странную штуку. Похожа вообще на какой-то веер. И для нее, кстати, даже нарисовали самые настоящие эмодзи. Блин, как она мило выглядит. Но на самом деле у меня такое предчувствие, что этот Бравлер кого-то мне напоминает. А как ты думаешь, на какого Бравлера этот персонаж уже похож? Из существующих Бравлеров из Бравл Старса. Я вот что-то смотрю, а понять вообще никак не могу. Окей, давай смотреть дальше, что у нас будет. И походу этот Бравлер будет как-то отбрасывать... А, я все понял! Сзади нее реально находится самый настоящий веер. Она будет им просто махать и, видимо, как-то откидывать Бравлеров. Мне уж самому даже интересно, как это будет все выглядеть. Тут у нас есть ульта, пассивки, гаджеты. Но это вы и сами все посмотрите. Нифига себе, у нас будет такое новое окружение. Мы как будто бы вообще в каком-то кинотеатре оказались. И причем очень красивом кинотеатре. Не знаю, такому окружению лично я точно ставлю лайк. Хорошо, давай посмотрим, что же нас ждет еще в этих обновлениях. Но пока что этот концепт Бравл Толка просто... Ах, самый топовый! Так, у нас еще какие-то новые детали добавятся. Только не говорите мне, что это новое снаряжение. Короче, я на это все посмотрел. Все было очень интересно, но решил все-таки посмотреть на новенькие скинчанские. И первый скин... Джокер Тара. Не знаю, вот я смотрю на эту Тару, и ощущения какие-то прям двоякие. Вроде выглядит круто, но с другой стороны вообще максимально некачественно. Просто вспомнить, как офигенно выглядел Мортис! И Тара сейчас выглядит вообще максимально фигово относительно этого Мортиса. Окей, давай посмотрим, какие скины у нас еще добавят в игру. Возможно, ведь это все концепт. Тяжело вес Эль Примо! Офигеть! Ты посмотри, какую огромную штангу он поднял над своей головой. Но, конечно, вот эти вот его волосы, которые по всему телу растут, выглядят очень прикольно. И мне было бы интересно посмотреть, как бы они на ветру извивались, когда он бегает. Если такой скин реально появится в игре, то мы с тобой, конечно же, это все увидим. А пока что смотрим, кто же еще у нас будет следующий Бравлер. Балет на Эдита! Ого! Кажется, она вместе со своим Мишкой будет танцевать самый настоящий балет. Это мне вообще напомнило немного рекламу Сникерса. Окей, скин, в принципе, выглядит прикольно. Ему я, пожалуй, поставлю 5 из 10. Ворон-метатель ножей. Хм, на этот скин мне тоже было бы очень интересно посмотреть в игре. Но я думаю, что можно было бы придумать что-нибудь другое. Потому что у нас и так все вороны метают именно ножи. А где дышащие Амбер? Оу, кажется, она будет показывать самые настоящие фаер-шоу. В цирке у нас тоже, конечно же, такое есть. Ну и для Амбер вроде бы хорошо подходит. Ведь она даже в обычном скине тоже дышит огнем. Если, конечно, у тебя есть этот Бравлер на аккаунте. Следующая на очереди у нас... Клоудлет. Какая-то очень странная жмыхнутая колет. И кажется, что у нас в этой обнове будет прям очень много клоунов. Ну, не знаю. Этот скин пока что мне нравится меньше всего. Джонглер Динамайк. А, так оказывается, он этими шариками жонглировать будет. Интересно, конечно, как у тебя это получится. Ведь эти шарики точно с водой. И мне кажется, что они максимально быстро у него просто разобьются. Магический мистер Пи. Цирковый слоник мистер Пи. Ой, а на мистера Пи у нас, кажется, появится целых два новеньких скинчанских. Такого у нас давненько не было. Харли Квин Эмс. Погоди, насколько я знаю, Харли Квин вроде должна быть разноцветная. Это же и Джокера. А здесь она почему-то черно-белая. И... Не, выглядит как-то странно. Цирковая Пайпер, Лоуд Пайпер. А вот сейчас мне стало интересно, какой из этих двух скинчанских тебе нравится больше? Лично мне больше нравится Цирковая Пайпер. Она такая миленькая, красивенькая. А у клоуна какие-то слишком огромные штаны. Интересно, как она вообще в них ходит. Тяжеловес Эль Примо. А, в смысле? А у нас же нарисован Брок. Мне кажется, в этом видосике немного перепутали название. Только как зовут Брока, мы с тобой так и не узнали. И как зовут Фрэнка? Потому что название точно такое же. А, не. Фрэнка же нам показывали в самом начале. Клоун Фрэнк. А теперь мне стало очень интересно, какие же из этих концептов у нас реально сбудутся в оригинальном Бравл Старсе. Можешь написать, как ты думаешь, что из этого реально сбудется внизу в комментариях под видео. А еще не забудь, конечно же, нажать на вот этот вот видосик. Ведь он был не менее интересный. И я думаю, что тебе он, конечно же, понравится.